Сведения о регистрации и расторжении брака, наличии несовершеннолетних детей. Теперь эти записи в основном документе гражданина Российской Федерации не обязательны. Каким по новому закону стал наш паспорт и что в нем изменится? Об этом в следующем сюжете выпуска. С 27 декабря 1932 года, а именно тогда в стране образовалась паспортно-визовая служба, основной документ гражданина Российской Федерации, кроме прочего, содержал сведения о национальности, социальном происхождении, месте работы и воинской обязанности. С 74-го сведения о национальности исчезли. Кстати, те паспорта гражданина бывшего СССР до сих пор в ходу. Ведь после 45 лет срок действия паспорта считался и считается бессрочным. Сегодня основной документ гражданина Российской Федерации выдается с 14 лет. С двумя возрастами замены в 20 и 45. Причем с 30 до 90 суток после дня рождения увеличен срок обращения за новым документом. Все эти 90 дней старый паспорт считается действительным. Выдача нашего основного документа для всех граждан Российской Федерации происходит по экстерриториальному принципу. То есть в любом месте, где находится гражданин Российской Федерации, он может обратиться либо в МФЦ, либо в подразделение по вопросам миграции и подать это заявление либо по месту жительства, либо по месту пребывания, либо по месту фактического обращения. Срок выдачи нового документа от 10 до 30 суток. С 16 июня 2021 года в новом паспортном бланке вы не найдете некоторых привычных записей. В том бланке предусматривался личный код владельца этого паспорта. Вот образец нового бланка исключает вот эту личную кодировку, и личный код из образца бланка будет исключен. Как исключены необходимые раньше записи о браке и его расторжении, наличие несовершеннолетних детей и ранее выданных паспортах. Обязательно лишь место регистрации и данные о воинской обязанности. С 1 июля 2022 года срок выдачи нового документа сократится до 5 дней. А с 2023 наш паспорт будет представлять собой пластиковую карту с электронным чипом. С изображением фотографий и всех данных, соответственно, на этом пластике. Для регионов срок определен, для других регионов, для всей федерации, срок определен по запуску этой программы не позднее 1 июля 2023 года. А пока сотрудники полиции предупреждают. Проживание без основного документа, равно как и недействительного, предусматривает административную ответственность со штрафом от 2 до 3 тысяч рублей. И еще, помните, никому не отдавайте свой паспорт в качестве залога. Это противозаконно. Продолжение следует...